Хороший вопрос, в какую это сторону идет. Я так скажу, мне кажется, что этот тренд, он стабильно есть и был, и будет продолжаться в интернете. Он скорее либертарный, если говорить, да это, конечно, не либертарианство такое. Немножко, может быть, ближе к социализму, может быть, дальше, но тем не менее. Я могу сказать, какой здесь аргумент за то, что этот тренд будет развиваться. Он сейчас существует, например, в Википедии. В Википедии он просто вписан как принцип, это бесплатное, основанное на разделении ценностей, распространении знаний. Люди делают это вот в такой вот своеобразной, своеобразной оснащенной правилами и ритуалами, которые связаны с этой ценностью и идеологией. И надо сказать, что в Википедии все очень хорошо, она стабильно развивается, там у нее есть спады, есть падения, но в сравнении с многими другими ресурсами, вот в Википедии это самый, пожалуй, долгосрочный проект такого свободного обмена. Я думаю, что эта тенденция, ну, не то чтобы никогда, она вероятно станет главной и мейдстримной, все-таки силы корпораций вкладываются в другое. Но я думаю, что она будет существовать, если, ну, как бы задумываться о том, чтобы долгосрочно что-то сделать, долгосрочно что-то прогнозировать, не замахиваясь на вселенский масштаб, то есть не стремясь, значит, создать новый первый канал, условно, если говорить о мире медиа, или, там, новый Фейсбук, если говорить о сервисах, то имеет смысл думать вот о такой тенденции, где люди, объединенные какими-то ценностями, создают, делают что-то, обмениваются этим, ну, и тем самым, как бы, действует на ценностной основе, которая может быть связана с чем-то прагматическим, может не быть связана. Тут есть разные примеры. А это сила, она коммерциализирует, это вообще есть какая-то монетизация в дальнейшем от всего социальных сетей для внуки, бизнеса, ну, в связи рекламы, по крайней мере. Дальше, вот, это общественное мнение, там, можно использовать? Ну, смотрите, я, ну, как сказать, мне еще не было слово «коммерциализация», потому что, ну, как бы, если говорить, как коммерциализировать доверие, ну, я не знаю, это такая, какая-то, сразу оценочная немножко постановка вопроса, что, так, мы сейчас делаем сообщество людей, которые доверяют друг другу и разделяют какие-то идеи, а потом будем деньги каким-то образом распределять там еще. То есть, мне кажется, такая система, она топически работает, если вдруг мы все перейдем на систему, значит, деньги за доверие. А это уже переход к такой системе, где прайсинги действительно имеют очень большое значение, где наши заслуги перед каким-то сообществом монетизироваться, например, да, есть много довольно ресурсов, например, медиа, которые пытались монетизировать вклад пользователей. Вот, ну, там, то есть... Ну, это новости, которые я знаю, в лайфхон? Ну, нет, там больше было про то, что было СМИ 2.0, когда они делали старые все, старая волна вот этой монетизации UGC, да, и юзер-ченарьет этот контакт. Дело не в том, что это как-то, там, этически как-то неправильно или еще что-то, а в том, что, ну, это довольно жесткая система, на самом деле, где она более жесткая и жестокая по отношению к отдельному человеку, чем, ну, в общем, большинство существующих. Потому что книги, если вы вылетаете из этого социального пузыря одобряемости всеобщей, то, ну, как бы, вам ничего не светит, если на этом завязан ваш социальный профиль, ваша деятельность, ваши деньги. Ну, как бы, больше вы рискуете, конечно, человек может что-то, ну, больше выиграть, репутатически, но создать общество хороших людей, к сожалению, мне кажется, невозможно. Слушаю. Можно там вопрос? Да. Павелина, скажите, пожалуйста, вы в своих исследованиях, в своей работе рассматривали сервисы врача, например, в Аблах, и сервисы взаимного количества пир-кредитования. И если да, то у нас нет. Ну, смотрите, я бы конкретных исследований, к сожалению, с этим пока не делала. Это большой интересный вопрос. В частности, про Блаблакария я говорила с их исследователями во Франции, правда, не в России, а во Франции. Вот. Они говорят, что это как раз очень органично вошло в молодежную студенческую среду, потому что люди, которые привыкли пользоваться интернетом уже не анонимно инструментально, легко взаимодействуют с этим. Для, ну, скажем, ну да, я думаю, что студенты очень выгодны, но понятно, что в тот момент, когда как раз идет обмен доверия на, ну, не на деньги, но на выгодность, да, в смысле они, оказывается, связаны студенческая среда, молодежная среда, это именно та часть общества, которая легче начинает взаимодействовать с такими ресурсами. Это то, что я, ну, знаю про исследования непосредственно, вот, ну, а дальше уже мне кажется интересно смотреть, как, там, например, чем отличаются разные сервисы, связанные с арендой автомобилей, например, или с совместным использованием автомобилей, с каршерингом, который более централизованный, менее централизованный. Ну, то есть это прям большая интересная тема для исследований, которая, надеюсь, будет еще проводиться. Спасибо. Это сам будет интересно. Да, безусловно. Да, можно? Да, давайте. Да, спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Начну с первого. Сталкивались вы с исследованиями, где разбирался бы по степени доверия разные виды контента? Текст, фото, видео, аудио и так далее. И, ну, можете прокомментировать, я тогда потом второй вопрос задам. Слушайте, это очень интересный вопрос. Спасибо. Значит, исследования, правда, есть. Я сейчас просто сходу не приведу результаты. Их сколько-то, когда, ну, например, на две те же новости действительно сравниваются по тому, как их воспринимают люди, в зависимости от того, как они поданы. Действительно, довольно высокий уровень доверия есть к видео, потому что видео по-прежнему ассоциируется у нас не с монтажом, а с тем, что это взгляд человека. В некоторых ситуациях, насколько я помню, я могу тут соврать. Надо перепроверить, потом, если тут напишите мне, я вам прямо скину исследование. С текстом больше доверия, когда он, ну, грубо говоря, напечатан в хорошем месте и снабжен ссылками. То есть к видео больше, ну, к видео как раз ютубовскому с плохого телефона снятого больше доверия, а к тексту как раз, наоборот, в респектабельном издании опубликованному и, значит, хорошо, хорошо, ну, то есть, как бы, хорошо снабженными ссылками, да. Вот, это то, что я так примерно помню, но детали могу уточнить и потом вам написать. И второй вопрос, больше, ну, просто ваше мнение узнать, да. Если у вас будет два сюжета, первый сюжет, там, допустим, первый канал, видео сюжет про Донбасс, вот, и второй сюжет виртуальный, когда вы через виртуальные очки переносите в Донбасс, то же самое. Как вы думаете, какая степень будет доверия у первого и второго сюжета, если экстрактный? 86, и сколько там было? Спасибо. Слушайте, ну, не знаю пока про монтаж в виртуальной реальности. Знаете, тут есть, не могу не вспомнить исследование коллег из Высшей школы экономики Анны Качкаевой занимается который год в культете медиакоммуникации и дизайна исследованием медиагранатности. Точнее, где-то делать школу медиагранатности, значит, туда приводят студентов и рассказывают им, что нужно всегда проверять источники, что нужно всегда смотреть в нескольких, что нужно всегда пруфлинги искать. То есть, если вы увидели фотографию, которая вас прям вот зацепила, попробуйте прогуглить ее, вдруг она откуда-то из другого, значит, источника, и таких историй в интернете не есть числа. Но, к сожалению, результаты не всегда утешительные. Какой-то процент студентов довольно большой уважает с тем, что они, значит, перестают смотреть первый канал, начинают читать медузу. Что они не являются медиаграммой, то есть являются просто переходом с одного базового источника на другой. Я к тому клоню, что, мне кажется, нет единого, ну вот в онлайн-среде довольно сложно доверять одному источнику. Вот в чем штука. Виртуальная реальность, сюжет первого канала, видео, снятое блогером, значит, или просто там случайным человеком где-то, всегда называют подозрения в том, что может быть другая точка зрения. Я подозреваю, что либо мы должны вовсе смириться с тем, что другой точки зрения может быть бесконечное множество, либо нам нужно как-то пытаться искать ссылки, другие источники и так далее, которые бы доказывали, что. Потому что, в конце концов, даже, собственно, глаза мы до конца поверить всегда не можем. Потому что уж говорить о виртуальной реальности. Там вопрос, Девушкина. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос по слайду доверия в сети экспертности и коррективность. Я хотела бы... Да, я верняла. А, я хотела бы вычинить, насколько здесь можно говорить о том, что люди и бренды становятся индивидуальными, и мурируют за одно внимание аудитории. То есть, фактически, получается, что на создании правильного имиджа человек также становится брендом. Насколько можно об этом говорить сегодня? Вполне, да. Да, это уже какой-то тенденция, развивающаяся довольно давно. Мне кажется, что даже уже перешла в следующую стадию. Брендом нужно становиться человеком. В том смысле, что бренды пытаются быть предельно как люди, а люди используют для своего развития, своего медийного образа, естественно, механизм брендинга. Если вы посмотрите, например, на Инстаграм известных людей, не знаю, каких-нибудь поп-звезд, то вот там очень сложно делить бренд человека. И мне кажется, что это не то, что человек стал брендом, а просто этот язык уже стал довольно естественным. мы начинаем с его помощью метафорически или инструментально описывать свою реальность. И это уже, мне кажется, прям произошло. Вопрос в том, можно ли искусственно создать доверие за счет использования маркетинговых инструментов, которые используют бренды. Потому что фактически эта формула говорит о том, что эта работа и для бренда, и для человека, и, естественно, при источнике времени маркетинга, получается, доверие можно сконструировать. Понимаете, мне смущает слово «искусственно», потому что, ну, как бы, а можно ли создать доверие естественно в мире масс-медиа? Я не знаю. Ну, в смысле, вы сделали, значит, начинаете делать хорошее дело. Не знаю, могу на своем примере, надеюсь, что я делаю хорошее дело. Мы делаем онлайн-школу для прокачественного исследования интернета. Ну, мы их делаем, мы рассказали их друзьям. У нас есть два варианта. Значит, удовлетвориться этим и попросить их, ну, расскажите еще своим друзьям. Или попытаться как-то чуть-чуть это поработать с медиа, рассказать им, воспользоваться, страшно сказать, инструментами маркетинга. Хотя они сейчас везде, то есть любая образовательная среда, любая интеллектуальная среда, любая благотворительная, еще какая была тезка. И вот мы, конечно, пользуемся этими инструментами, потому что там есть люди, которые, наверное, заслуживают доверия во всей этой истории, но в любом случае, как бы, а каким еще инструментом тут можно воспользоваться? Как мы можем отличить маркетинговые инструменты здесь от не маркетинговых? Нет? Ну, сложно здесь сказать. Здесь, ну, как бы, нет естественного инструмента создания доверия. Понимаете? Это такой аксюмарон. Если создание, то оно как бы всегда в каком-то смысле искусственное. Если говорить, там, холд, говоря, о каких-нибудь накрутках, болтах и всякой такой истории, ну, тут как раз я думаю, что долгосрочные перспективы всегда все это нормализуют. И, ну, конечно, это уже искусственность, которая, ну, в какой-то момент перестанет быть что-то, трансфорсенность, реалистична. Да, на самом деле, несколько вопросов хотел задать, сколько, может быть, там, какие-то ремарки разбросаны к этому изложениям, таким, как разрывовшим, ну, кем-либо обсуждениям. И вот я бы все пытался в какой-то реальной истории, да, положить, ну, вот эту схему, например, на какие-то известные мне, значит, исторические доверия, да, вот. У меня получается, что, значит, в этой циклочке мне хватает, ну, как бы, левой части и правой части, еще, еще куда дальше, да, что я имею в виду, понимаешь, вот, как бы, сколько я не думаю, что я получаю, что доверие – это штука вокруг некоторой, ну, так сказать, реальной транзакции, да, чем менее реальной транзакции, чем она более умозрительная и, ну, чем она существующая, да, тем, на самом деле, вопрос доверия становится более, ну, что ли, шатким, да, как-нибудь тут скользающим. А, ну, условно говоря, ну, значит, когда речь идет о Убере или, там, Булбакаре, о чем-то таком, да, то там совершенно реальная, понятная история, да, тебе, значит, нужно как-то так раздобыть измера машину, да, чтобы ты спокойно в нее сел, значит, в некотором определенном молчаливом регламенте, в котором уже обе стороны, так сказать, приняли, значит, поучаствовал и налезла свежке на точку, да, в общем, короче, прям, такой набор времени, да, и это прекрасно работает, да, то есть ты на, то есть, там, ну, да, у нас, например, приятный маркет, да, там, ну, так... Попробуйте исправить вопрос. У меня не запросы, я могу рассказать, в том-то идея. Вот, значит, в ситуации самоостремли, которая была основная была в проявлажении, да, что является конечной, так сказать, конечной точкой? Конечной точкой, ну да, окей, является галочка в избирательном для людей, безусловно, да, вот, ну, в некотором смысле, да, но в остальном смысле, получается, что, ну, то есть, как бы, уже начинает так дрожать границу, да, потому что если мы, ну, то есть, то есть, а может быть, у них вообще предназначение этих новостей, чтобы человек успокаивает с утра в несколько вариантов? Или что, в таком случае, да? Тут получается, что... Да, вот даже Итан Цукин, из-за «Массачусска» говорит, что нам вообще нужно как-то подумать о том, что такое, ну, как, действительно, какова конечная цель. И вот там молодой человек с кофтой и с книгой задавали вопрос как раз на то, что такое доверие, и мы пришли к такой прагматичной, базовой истории. Действительно, нужно ли разделять... Я попробую, пока вот тут еще несколько вопросов было, поэтому здесь формулируется этот вопрос, потом, вроде бы, сказали, что, может быть, продолжить немножко. Вот, чуть-чуть. Да, действительно, я думаю, что есть эта разница, и она довольно большая, в том смысле, что сам мир медиа, он же, грубо говоря, не первичен по отношению к тому, что мы делаем. Медиа как-то подстраиваются под нашу такую реальность. Ну, и меняют нашу реальность, понятное дело. Уже очень сложно провести границу, но я вот сама говорю и думаю, да, но здесь нужно проводить медиатизированную реальность, это ерунда какая-то, вливая реальность там, опосредованная. Другое дело, что, собственно, там, средства массовой информации изменились на протяжении нашей, вот, всех здесь присутствующих в жизни уже значительно. Мы все там наблюдаем за медиа последние даже 5-7 лет, видим, как это сильно меняется. И они более изменчивы, вот что важно. То есть функция в СМИ, она действительно может входить, я думаю, в какое-то соотношение с тем, что происходит во вне СМИ. Ну, из каких-то, действительно, таких более простых операций, типа, машину взять, заказать и так далее. У меня вопрос по сложностям манипуляции в Сети, то есть, если, ну, в принципе, можно догадаться там о возможностях и так далее, а вот какие-то сложности в связи с доверием и прочими вещами, потому что, ну, сделать то, что тебе хочется в Сети при помощи манипуляции общественным мнением, это, ну, не всегда просто, потому что люди не одобрят ту идею, которую у вас, например, да, на основе того же, ну, с каких соображений, я знаю. Как заниматься пропагандой в наши непростые времена? Да, да. Да, мне кажется, все так же. Ну, на самом деле, тут мало что изменилось. Я никогда не занималась, значит, последней… Манипуляцией, по-моему, так сказать. Манипуляцией, ну… Манипуляцией, ну… Злостые вещи. Ну, с какими-то такими, значит, вещами, которые люди изначально не готовы полюбить, заставить их полюбить в этом смысле, да? Да, это надо. Не знаю, мне кажется, это как раз вещь такая совершенно не связанная, ну, как бы, прогрессирующая по ходу развития технологий. Ну, сейчас понятно, что манипуляции строятся в основном на всяких цифирных технологиях. Нужно подсчитать, как пользователи так или иначе себя ведут и дальше оперировать большими цифрами. Мы видим по истории вокруг выборов в Америке, что история с цифрами оказывается невероятно востребованной, популярной. И, как бы, если вы говорите, что миллионы людей вот так делают, то, скорее всего, это считается уже манипуляцией, потому что, ну, как бы, всего больших цифр, если вкратце. Как раз не удалось, получается, что оказывается, что там совершенно заниженный, например, депутат Трампа, за сколько за него проголосуют, да, и в итоге получается очередное, и с Brexit, например, история, да, чтобы всех уверяли, что это невозможно, а в итоге... Ну, и, как бы, с вопросами там другая история немножко... Они уйдут скорее с тем, что считается, что компания Трампа была сильно построена на использовании больших данных и тем, как это все работает. Я не знаю до конца, да, т.е. мы знаем какие-то журналистские статьи про это... Не, ну, там какие-то новости графики, действительно, на самом деле. Ты же знаешь ее, да? Ну, да. То есть, если что она такая, с одной стороны, про большие данные, а с другой стороны, она про очень мелкий сегмент. То есть, про большие данные, мы все читали, наверное, на этом. У нас еще конкретно. Да, по поводу монетизации доверия, на самом деле. Чем чаще расчет, тем крепче дружба, есть такое выражение. Если и вы сами не платите за ваше внимание, то за ваше внимание платит кто-то другой. Это как... Мы боимся себе призваться, что это какая-то лутопия, далекое будущее. В Китае уже в 18-м году собирается вводить социальные рейтинги в обществе. И как в черном зеркале вы видели там линзы или умные очки Google. Идете по улице, видите массу наружной рекламы какой-то, баннер, который ее можно отключить. Но как платно вот сюда. Т.е. вы будете идти, и будут, так сказать, закрыты беленьким этот фон или информационный будет закат. Сегодня вопрос только в том, кто платит за ваше внимание. В социальной сети или в медиа, о которой вы говорите. Рост, который показывает, например, доверие к блогам или медиа в соцсетях. Многие СМИ сейчас даже не ведут главную страницу, они сразу делают репосты, потому что статистика бигдейта показывает, что пользователи идут почти через соцсети. Но как работает любое медиа, не будем называть его СМИ, это обобщенное какое-то. Работает за счет капитализации. Пользователь, как такой Марио в игре, заходит и идет по страничке, заходит на какие-то ссылки партнерские. Чем выгоднее для конкретной редакции СМИ ссылка, тем больше получат медиа. Соответственно, медиа заинтересована в чем? Чтобы пользователь заходил на тот контент, который вам максимально интересен. И вся новостная лента для конкретного пользователя, будто просто соцсети или какой-то конкретной медиа, выстраивается исключительно на принципе капитализации. Если смотреть на сухие цифры, сидит директор или кто-то принимает решение в конкретной медиа и смотрит, что контент, который составляет экспертное журналистское сообщество в его редакции, дает кратно ниже, чем машина дает. И с 2015 года большинство и многие средства медиа в России переходят на автоматическое формирование контента. Есть специальные программы, которые предлагают эту услугу. И вопрос как раз наличие реальных живых журналистов. Какую информацию вам показывают? Кто настройство, в принципе, тот репроект? Ну, я могу не ответить в ремаркли про то, что здесь, если мы верим во все силы экономических моделей и возможностей того, что люди будут жить так, как выгодно, чем бы они не руководствовались, например, при создании своих медиа. Да, мне кажется, что мы попадем в тупик рано или поздно, потому что мы существа довольно нерациональные, в том числе и журналисты, и даже владельцы СМИ, и до конца, мне кажется, их деятельность протектована исключительно бизнес-интересами. Иначе, в общем, все показывали котиков, все были бы счастливы, кроме котиков. То есть есть социальные механизмы, есть индивидуальная воля и то, что люди могут уставать от того, что их, значит, бесконечно грузят информацией для того, чтобы они где-то кликнули, и возникает запрос на то, чтобы в том числе медиа пространство было другим. Мне кажется, что этот запрос сейчас не мейнстримный, и он вообще не самый огромный, но именно такие запросы что-то меняют. Поэтому, если говорить о том, что ведет вперед индустрия, то это, безусловно, право, монетизация, клики, конверсия, проходы и так далее, рейтинг – это все очень действительно легко покупается и дальше двигается, значит, тяжелолос, но периодически люди выскакивают на дорогу и говорят, «Нет, мы не хотим, чтобы он сюда шел», встают под ковш. И из-за этих людей какие-то изменения происходят. Это могут быть какие-то маленькие компании, которые вводят другой способ взаимодействия с информацией, могут быть отдельные люди, и я бы не стала отрицать возможности того, что реакция на антиутопию с рейтингами и лайками может быть. Какой она будет, это мы не знаем, но тот факт, что она может возникать, то, что мы об этом говорим, то, что мы переживаем, то, что мы чувствуем аффекты этого всего, он, мне кажется, довольно сильным таким. Просто мы его чувствуем. Мы, может быть, не верим в это до конца, но нам с самим не нравится, что это происходит. И с этим чувством нам нужно что-то сделать. Оно как-то будет влиять на это. Ну, мне кажется, так. И дело в том, что Big Dad знает вас лучше, чем вы сами, и что более, чем ваши друзья. У вас очень упрощенная картина, поверьте. Я не думаю, это написано на какой-то платный контент. Сейчас, секунду, можно я просто... Знаете, вот этот разговор вы можете перевести прямо еще чуть лучше. Если хотите, я вам могу... Хорошо. И я вам повозражаю. Знаю, о машине нет, машина ничего не знает, машина только легистрирована. Знают только люди. Мы странные животные, мы знаем. Это наша суперспособность. Полина, у меня будет последний вопрос. Там больше всего один такой с... Потом вы еще, если хотите, можете вам остаться и подумать остальные вопросы. Мой вопрос больше связан такой, наверное, с социальной сферой и с помощью. Ты в самом начале рассказала про книгу «Виртуальное сообщество», где люди там собрались и помогли незнакомому человеку. А какие сейчас критерии для платформы, где незнакомцы готовы помогать друг другу, и чтобы это вышло в реальное действие? При том, что у нас будет какая-то новая форма доверия, новые критерии, почему мы доверяем тому или иному человеку. Что должно случиться? Или как должна выглядеть эта новая платформа, которая совершенно бездушная пока, но почему-то у нее будет кредит доверия? Вопрос на миллион. Вот это, да. Монетизация или не монетизация? Ну, в смысле, прям, да, это по-крупному вопросу. Значит, мне кажется, что здесь есть технологическая сторона. Безусловно, вопрос про VR, он хороший был. В смысле, действительно, есть способы, которыми вы технически можете дать человеку больше ощущения доверия. Сегодня, скорее того, нужно снять ролик. Действительно, можете через какое-то время погрузить человека в виртуальную реальность и так далее. Ну, как бы, ну, такой простой ход, да? Значит, есть более сложные какие-то истории. Мне кажется, что одна из них по-прежнему связана с экспертностью. То есть, ну, как бы, это прям история никуда не девается. Наверное, это какая-то избирательная опора на какие-то разнообразные социальные среды. То есть, если раньше было классно, что вот это сообщество, как бы, говорит, что это хорошая история, и вы слушаете сообщество и идете за ним, то сегодня для многих людей недоверие к информации растет. Поэтому, скорее, хорошо, если, грубо говоря, республикации и демократы вдруг окажутся по одну сторону. Вот это прям сильный ход. Как это сделать, я, ну, как бы, не знаю. Пока мало довольна проектов, которые бы объединяли людей. Сейчас все-таки еще идет тенденция размежевания. Я думаю, что она еще будет идти какое-то время. Мне кажется, что, ну, из того, что мы сейчас можем видеть, тенденция за тем, чтобы распространять какие-то хорошие социальные проекты, допустим, через то, чтобы их поддерживали прям разные люди, она может оказаться очень рабочей, потому что, ну, это, кажется, сейчас почти невозможно. Именно поэтому, может быть, будет возможным в будущем. Спасибо. Спасибо.